так прекрасно хорошо все слышно все прекрасно друзья еще раз мы всех приветствуем тут нас сейчас 128 человек ну вот еще мы с ириной а если мида не считать то 127 а если считать то 130 все как надо да если еще посчитать всех духовных тут из духовного мира всех кто тоже рядом с нами то это вообще не несметное количество тех кто рядом да вот поэтому значит смотрите у нас тут сейчас находятся участники шестого потока науки образности поскольку у нас семинар открытый то есть еще какое-то количество тех кто у нас не находится в шестом потоке я вот сейчас хочу попросить вас просигнализировать тех кто не на одном потоке пока не проходил наукообразности не на одном руки поднимите там руки в электронном виде или любые смайлики поставьте вот кто у нас есть кто значит не на одном вот вижу наталья зульфия вот ну есть у нас люди не так мало которые у нас в гостях на открытом семинаре прекрасно вы сегодня получите определенное представление о науке образности все можно опускать руки спасибо хорошо большое спасибо значит всем кто это сделал кто поднял значит ир ну мы сегодня собирались построить наше общение так значит участники шестого потока курса прошли уже этот курс значит на трех семинарах сегодня у нас такой четвертый семинар значит четвертый семинар сегодня у нас который такой вот практически и мы хотели какую-то практику до провести мидо попросили провести а потом дать возможность задать вопросы нашим участникам в первую очередь тем кто был на шестом потоке но естественно у них приоритет они прошли вот сейчас по свежему курс но и также возможно смогут другие задать вопросы поэтому может быть мы с практики начнем как скажете как лучше приветствует мы хотите сначала вопросы или сначала практику ну смотря сколько будет занимать времени у нас практика вот в чем вопрос ну смотри какая могу провести вот сейчас мид спрашивает он меня сейчас перечисляет значит мы можем сделать практику по медитацию например там за фиолетово сердце если кто-нибудь проходил мы можем сделать практику наполнение тела светом общение с внутренними органами во всеми мы можем сделать практику направленную именно на общение иммунными клетками и примирение с примирение иммунитета Это с телом после любых инфекционных заболеваний и любых вакцинаций. Такая есть практика специальная на иммунитет. Это для тех, кто уже вакцинировался, да? Усиление финансового потока по включению к финансовому эгрегору. Это через представление своей мечты и выстраивание пути. Есть практика на воссоединение с партнером. То есть их много разум. Фиолетовые, значит. А вот давайте мы так. У меня предложение вот такое. Давайте мы так поступим. А может быть, МИД сейчас видит поле, которое у нас тут через тебя, которое у нас присутствует, 130 человек. А можем мы, так сказать, решение отдать МИДу? Какую практику с его точки зрения лучше было бы сейчас провести? Так как сегодня было солнечное время, солнечное затмение – это наложение друг на друга двух энергий. Энергия Солнца начинает проходить через поле Луны. И они вместе соединяются. И соединяются их магнитные поля и эфирные вибрации. И вот каждое тело, каждое небесное тело окружает еще эфирное оболожение. Атмосферное электричество. Таким образом, что иммунитет у людей может угнетаться. Я бы провел для иммунитета, но это практика уже для тех, кто умеет расслабляться и общаться с телом. Здесь находятся люди с самым разным уровнем здоровья. Поэтому он говорит, что я предлагаю сделать все-таки практику общую. Наполнение тела светом. Вот как медитацию я делаю в пятницу. Значит, наполнение тела светом. Просьба к телу о расслаблении. Беседа со своими внутренними органами. И в конце сделать небольшой акцент уже именно на лимфатических узлах, на вилочковой железе. Поблагодарить их за работу. И попросить гармонизироваться с телом. Хотите такое совмещение? Я думаю, да. Давайте вот такую общую, которая будет наиболее подходящая для всех, кто здесь. А дальше уже и потом мы сможем еще задать какие-то вопросы. Я правильно понял? Ну, участники смогут задать. Ну, она идет, наверное, минут 20-30. Ну, прекрасно. И как раз у нас будет еще время на вопросы. Все, тогда давайте мы вот, пожалуйста, так и сделаем. Да, это будет примерно та практика, которую я проводила в прошлую пятницу на канале Медитации. Если кто был там, сейчас я ее проведу для вас. Что для нее необходимо? Лучше, конечно, сесть или лечь. Если вы сидите, то с опорой головы. Здесь необходимо, очень важно здесь расслабиться. То есть принять такое положение, про которое вы сможете забыть. Забыть о напряжении физического тела, чтобы вам ничего не мешало. И чтобы было комфортно. Если у вас яркий свет, можете его... Поближе подвинуть. Если у вас слишком яркий свет, вы можете его немножко притушить, чтобы вам было комфортно глаза. Я прошу вас расположиться с закрытыми глазами. Не скрещиваем руки и ноги, закрываем глаза. Я вам расскажу, что дает эта практика. Мы, духи разумные, есть божественный свет. Божественный свет – это энергия любви. И все клеточки нашего тела нуждаются в энергии любви, как в энергии жизни. И мы начинаем, когда говорить мысленно, я буду говорить вслух, а вы будете мысленно за мной повторять. Когда вы будете мысленно говорить, что вы направляете свет в те или иные части тела и просите его отдохнуть и благодарите его за работу. Это будет происходить на самом деле, потому что ваши мысли, они управляют энергией. Любая энергия следует за мыслью. Вы это уже изучили на науке образовательства. Любая мысль управляет энергией. И здесь важно расслабиться, наблюдать за своими ощущениями. Постарайтесь больше ни о чем не думать, ни отвлекаться на какие-то посторонние мысли. Просто мысленно повторяем и наслаждаемся состоянием отдыха и покоя. Наше тело нуждается в отдыхе, нуждается в гармонии. Так, мы закрываем глаза. Обращаем внимание на позу тела. Если вы чувствуете какие-то неудобства, располагаемся поудобнее. Теперь обратим внимание на дыхание. Дыхание – это процесс, который позволяет нам жить. Мы обычно никогда не обращаем на него внимания, кроме случаев, когда с ним начинаются проблемы. А сейчас мы просто отмечаем, что у нас есть дыхание. Наблюдаем, как воздух входит в наше тело и покидает его. Вы просто есть. Вы просто есть. Этот поток времени, этот поток воздуха. Вы просто есть наблюдатели за своим телом. И видите, оно дышит абсолютно без вашего участия, без вашей помощи. Ваше тело – это совершенный биологический организм, который создан специально для выполнения вашей миссии на этой планете. Итак, сейчас я буду говорить вслух. Вы то же самое повторяйте мысленно про себя. Я – я есть разумный, бессмертный дух. Я – я есть свет. Я – я есть энергия любви. Я посылаю свет своей любви в свои ноги. Я благодарю ноги за работу по перемещению моего тела в пространство. Я прошу мышцы моих ног расслабиться и отдохнуть. Почувствуйте, как приятно в состоянии расслабления. Вам никуда не нужно спешить. Сейчас есть только вы и ваше тело, которое вы наполняете светом. Почувствуйте, как радуются все клеточки, которые находятся в тканях ваших ног, от того, что вы наполняете их светом. Хорошо. Теперь скажите. Я посылаю свет своей любви в свой живот. Я наполняю все внутренние органы жизненной силой любви. Я благодарю все внутренние органы за работу. Я прошу все внутренние органы, все мышцы в этой области, все мышцы живота, расслабиться и отдохнуть. Вы наблюдаете, как внутренние органы выполняют ваши просьбы, как живот ваш расслабляется, наполняется теплом, легкостью. И божественный свет накрывает вас, как будто мягким пушистым одеялом абсолютной безопасности и гармонии. Хорошо. Теперь скажите. Я направляю свет своей любви в свою поясницу. Я прошу все мышцы в этой области расслабиться и отдохнуть. В этом месте обычно скапливается очень большое напряжение. Наше тело часто ходит, стоит и сидит. И мышцы в области поясницы берут на себя большую нагрузку в поддержании тела в вертификальном положении. Теперь скажите. Я благодарю свой позвоночник, очень важный орган. Я благодарю свой позвоночник за то, что он проводит сигналы из головного мозга к моим органам и обратно. И за то, что он поддерживает мое тело. Я посылаю своему позвоночнику свет любви. Каждая моя чакра наполняется божественной энергией. Я прошу все мышцы вокруг позвоночника в области спины расслабиться и отдохнуть. мышцы спины очень мышцам спины очень нужно расслабление. Это фаза накопления энергии. Напряжение это фаза траты энергии. А расслабление это фаза отдыха. Накопление энергии для будущих действий. почувствуйте как наполняется каждый ваш позвонок, каждая мышца в области спины божественного света. Все ваше тело радуется, что вы обратили на него внимание. Это очень важно для тела, для его здоровья и хорошего самочувствия. Теперь скажите, я направляю свет своей любви в свою грудь. Я наполняю светом свои легкие. Я вдыхаю божественный свет. медленно вдохните представляя и визуализируя что вы вдыхаетесь вверх и они заполняют все ваши легкие до последнего молекулы. Скажите, я благодарю свои легкие за свободное легкое дыхание. я благодарю свое сердце за ежеминутное поддержание жизни в моем теле. Я обнимаю свое сердце своим духовным сердцем. Почувствуйте, как радуется ваше сердце. Наполняйте его светом. Отлично. Сейчас находитесь в состоянии гармонии, в состоянии контакта со своим телом. Теперь скажите, я направляю свет божественной любви в свои руки. Он проходит через плечи, через локти, через кисти рук, через кончики пальцев. Я благодарю мои руки за работу в материальном мире. Я прошу мышцы моих рук расслабиться и отдохнуть. Мои руки это чистые проводники божественной энергии. Каждый предмет, к которому я прикасаюсь в материальном мире, заряжается от меня энергией света, любви и процветания. Хорошо. Теперь скажите, я направляю свет своей любви в свою голову, наполняю мышцы лица, наполняю мышцы языка, глаза, уши. я благодарю все органы, расположенные в голове, за работу. Я прошу мышцы лица, мышцы глаз, мышцы языка расслабиться и отдохнуть. Почувствуйте, как с них спадает напряжение. Теперь каждый ваш вдох несет вам расслабление, каждый ваш выдох несет вам гармонию. Отлично. В этом состоянии можно находиться очень долгое время, потому что это состояние духа, которое гармоничен с телом. Теперь скажите, я благодарю каждую клеточку своего головного мозга за то, что проявляюсь через него как дух. Я посылаю своему мозгу свет своей любви. Я прошу твой мозг расслабиться и отдохнуть. Почувствуйте, как ваш мозг радуется, получая от вас энергию любви. отлично. Вы наполнили все свое тело светом. Расслабились. Скажите, я люблю и принимаю свое тело таким, какое оно есть. Мое тело это материализованный свет Бога. Мое тело это любимый храм моей душе. Сейчас вы чувствуете поток, который течет к вам из духовного мира, от высшего я. Вдохните в себя этот поток. Этот поток направлен на ваше оздоровление. Скажите, благодарю и принимаю. Люблю и благословляю. Обещаю направить эту энергию на безусловную любовь к себе и окружающим и на абсолютную любовь к Богу. Отлично. Теперь мысленно смотрите свое тело, пройдите по ее вниманию от ног до головы. Мысленно скажите, я благодарю все свои органы. Я готова выслушать любой орган. который захочет ко мне обратиться. Мысленно идите вниманием с ног до головы. Мысленно спрашивайте, кто хочет с вами поговорить из органов вашего тела. как только вы почувствуете, кто это, поприветствуйте его. Скажите, что вы посылаете ему свет любви. Скажите, я готов внимательно тебя выслушать. Я прошу мое высшее я сохранить все эти слова в моей памяти навсегда. поговорите. Поговорите. Если вы чувствуете какой-то дискомфорт, обратите на это место внимание. Спросите у него, что он хочет вам сказать. Если вы чувствуете все боль, обратитесь к этой боли. Спросите зачем она приезжает. И приходит мысленно. Сейчас все сомнения ушли прочь. Сейчас вы просто есть. Вы просто есть единое целое с телом и единое целое со своим духом. Это состояние цельности и есть истинное исцеление, обретение целостности. если у вас есть какое-либо заболевание, вы можете прямо сейчас обратиться к тому орган, который вас беспокоит. Поприветствуйте его, поблагодарите за работу. Спросите его заболевание. это такой вид общения с Высшим Я через ваше тело. Высшее Я отвечает вам через ваши органы. Оно отвечает за них, оно наполняет вас. Отлично. Как только вы получили ответ, скажите благодарю. Энергия благодарности обязательно должна присутствовать. Она усиливает контакт. Скажите, я обещаю это исполнить. просите у вашего тела, чтобы оно хотело получать в качестве пищи, чего бы не хотело получать. Возможно, у него есть какие-то предпочтения. что вам подходит по вибрации, ваше тело вам точно ответит. Спросите показать образы тех продуктов, которые подходят вам по вибрации. Все, что вы съели, становится частью вас, частью вашего тела. А вы являетесь в этой жизни и телом, и духом. Попросите показать еду и напитки, которые вам не подходят по вибрациям. Ваше тело это знает лучше, чем любой доктор, потому что оно знает все тонкости химических реакций, которые происходят в вас каждую секунду. Отлично. Теперь мы концентрируемся на центре груди. Сосредоточим там свое внимание. Сосредоточим в этой точке. Обращаемся к своему тимусу, к вилочковой железе. Это главная управитель нашего иммунитета. управляет лимфоузла и каждым лейкоцитом, который плавает в крови. Обращаемся к царице нашего иммунитета. Я благодарю тебя, Тимус, за работу по защите моего тела. я посылаю тебе свет моей любви. Я благодарю все лимфатические узлы, которые производят необходимые мне антитела, вводят токсические продукты обмен. Я посылаю по лимфатическим путям свет своей любви, регенерации и обновлений. Почувствуйте, как по всему вашему телу расходятся лучики. Вы очищаете свою лимфатическую систему от его негатива. Теперь скажите я благодарю все клетки крови, защищающие меня. Представьте их перед собой. Можете в любом виде, на экране. я благодарю филикоциты, благодарю эритроциты, тромбоциты, все клетки моей крови за защиту. Посылаю вам свет своей любви. Смотрите, как они оживились, как они принимают свет. Да. Сделайте вдох и на выдохе направляйте свет. Теперь скажите, я прошу вас гармонизироваться между собой. Я прошу вас примириться со всеми органами, тканями и клетками моего тела. Я прошу вас наполниться с силой света и любви. благодарю вас, благодарю и принимаю, люблю и благословляю, осознанно направляю божественную энергию из своего духа через тело в материальный мир. отлично. Хорошо. Теперь поблагодарите свое высшее я. Говорите. Мое высшее я, я благодарю тебя за эту практику. Я благодарю тебя за твою энергию. Я благодарю тебя за осознание себя частью Бога. Я благодарю всех своих кураторов и наставников. Я благодарю каждого, участвующего в этой практике. Я благодарю проводника, через которого идет свет любви в форме знаний. Благодарю и принимаю. люблю и благословляю. Обещаю направить эти энергии на развитие безусловной любви. Отлично. Делайте еще один медленный глубокий вдох. наблюдайте как воздух выходит из вас унося все остатки каждый квант негативной энергии уносит его в свободное пространство и он превращается в свет. Вы абсолютно чисты и гармоничны и счастливы. Потому что любовь это счастье. Хорошо. Сейчас я буду считать от одного до пяти. Когда я скажу пять, вы вернетесь в обычное состояние сознания. Полностью соединитесь со своими телами. Один два три четыре пять. Открываем глаза. сожмем пальцем кулаки. Медленно подтянемся. И сделаем вдох. Практика закончена. скажешь. Огромное спасибо. Благодарим тебя, Ира. Благодарим МИДа. Великолепная практика. Что тут сказать. Я считаю, что это ярчайшая иллюстрация науки образности. Особенно для тех, кто еще не в курсе. Для участников потоков, конечно, тоже. Они вспомнили, мы частично такое проводили, но сейчас это более глубоко. А для тех, кто еще пока не был на курсе. Вот, пожалуйста, вы сейчас чуть-чуть прикоснулись. Добро пожаловать. Кстати, хочу сказать, что у нас во вторник начинается седьмой поток курса. Добро пожаловать. Сейчас шестой закончился. Во вторник можно зарегистрироваться. В четыре вечера по Москве это будет, потому что он ориентирован на Сибирь и Дальний Восток. Но, пожалуйста, все желающие, кто может. Огромное спасибо еще раз. Да, Ир, пожалуйста, по переводичке я пока поговорю. Что почувствовал? От всей души спасибо. Ну, у меня было ощущение присутствия во-первых потока, во-вторых, несмотря на то, что, как вы понимаете, я отвлекался тут на оргнужды, тут всем отвечал в чатах и так далее, все равно у меня было ощущение моего присутствия в этом потоке. То есть настолько он был сильным, что даже мои отвлечения все равно не помешали. У нас еще люди заходят, вот сейчас кому-то не нужна была практика, только сейчас человек заходит, ну вот я впустил. Хорошо. Ир, что это, если у тебя комментарии еще есть, пожалуйста. Да, ну как, поговорили со своим органом? Например, кто-нибудь? Да, вот я по фоссии. Друзья, смотрите, давайте уже можно делиться впечатлениями, задавать вопросы. Еще раз хочу сказать, что в первую очередь можно задавать как раз участникам шестого потока, они, скажи, как раз только прошли его. Для того, чтобы задать вопрос, ну вы можете писать в чат, я буду читать, а для того, чтобы задать вопрос голосом, пожалуйста, в электронном виде поднимайте, там у вас есть внизу возможность, поднимайте руку, я тогда буду давать вам возможность включить микрофон. Можно, значит, ну вот мы видим, читаем ваши прекрасные отзывы, клетки тела счастливые, да, благодарю и принимаю, люблю и благословляю, и мы тоже так к вам относимся, именно так же, несомненно. Сейчас вы чувствуете такое тепло, потянулись. Это все ваши лейкоциты, тромбоциты, ритроциты, которые вы зарядили, они теперь принесли энергию, они теперь принесли энергию по всей части вашего тела. Вот у Дмитрия пока не получилось договориться с почками, но у него все впереди, несомненно. А Ирина спрашивает нас, сколько видов живых существ живет в нашей Вселенной, причем видов, я не знаю, что она под видами. Я смотрю, зуб перестал болеть. Да. Зуб перестал болеть, да. Внутри энергии, тело звенит, да, оно будет так, как будет вибрация. Ну что, ответим про виды живых существ. Сколько видов? Живых существ существуют во Вселенной. Ну, под видами, давайте мы как-то будем расы понимать, наверное, какие-то живых существ, как-то их классифицируем. Ну, рас во Вселенной? Ну, как-то их классифицируем, не сколько, а именно сколько видов живых. Мы будем считать, что человек – это один вид, а слон – это другой вид, а ящерица – это третий. Вот так вот будем классифицировать. А форму? Вот давайте мы с плотно материальных начнем, потому что тогда хоть как-то проще будет. Ну, как говорил еще Кришна, что во Вселенной существует, ну, он там насчитывал в мироздании более 8 миллионов видов живых существ. Это было на тот момент, ну, это было не то, что прям 8 миллионов, там, с половиной, это было сказано на тот момент, вот как самое большое число, известное в то время, которое можно было представить. и вообще-то стояло такое то есть слов «Вселенная» это безграниченное число, что ограничивается только на познании, то есть, ну, вот как размеры Вселенной, они, во-первых, очень большие, это много галактик. И если мы возьмем даже нашу галактику, известно, что у нас там 727 видов гуманных раз, число плавноидных превосходит их несколько десятков раз, но открываются новые плавноидные миры, потому что они как в звездах и на планете, которые считаются безжизненными, гуманоиды в Венере, Юпитере, все равно там есть материальные существуют, и это тоже форма жизни. Гуманоиды вот в нашей галактике 727, в галактике Андромеды, значит, в галактике Андромеды по данным их данным находится, так как это галактика больше, чем Млечный Путь, там находится 1288, она сейчас показывает цифру, 1288, 1288 гуманоидных разумных фраз. Но она и больше размеров, как появилась раньше наша галактика, из галактики. В других галактиках, которые находятся на более дальнем расстоянии, тоже очень много цивилизаций. Понятно, большое спасибо, а вот вопрос уже как раз он по науке образности, поэтому я его хочу задать, Анна спрашивает нас, сколько на планетах с высокими вибрациями существуют базовых эмоций. Вот мы в рамках курса науки образности говорили, что у нас четыре базовые эмоции, радость, печаль, страх и гнев, а вот как на планетах, имеется в виду Бурхат, Ислер, там такие же базовые эмоции или какие-то другие? там еще к ним, к этим двум эмоции, четыре базовые эмоции, правильно, но кроме них есть еще две, то есть всего существует шесть базовых эмоций, вот те четыре, которые ты перечислил, это страх, гнев, печаль, радость, страх, гнев, радость, печаль, пятая эмоция называется удивление, а шестая эмоция называется отвращение. Так все-таки, да. Нужно объяснять каждое, что значит или как. Я просто хочу спросить, так все-таки у нас, мы считаем на Земле, по мнению ученых планеты Ислер, что у нас все-таки четыре базовых, радость, печаль, страх и гнев, а удивление, отвращение, как бы мы у нас не считаем, это у них мы добавляем или как? Это у них входит в понятие эмоция, то есть всего у них считается в любом духе и существует в той или иной форме шесть базовых эмоций, вот именно шесть. И они проявляются у всех раз, но они как по-разному, в разных обстоятельствах, по-разному действуют на тело, то есть еще там зависит от типа тела и так далее, то есть они считают, что это универсальная такая система. Но у нас мы можем эти две эмоции дополнительные не считать, да, вот как бы на изначальном уровне, ограничиваться базовыми четырьмя, такие, правильно понял я или нет? Ну, смотря для какой цели, да, четыре эти, да, четыре базовые эмоции, а эти две, ну, можно сказать, удивление, это какая-то из формы, не знаю, там, радости, например. Понятно. А вручение вполне можно в страх или в гнев, то есть у них спектр все-таки можно считать, что так, побольше. Вот Алла спрашивает, вопрос, конечно, этот ответ был у нас, но, может быть, надо его повторить, творец продолжает создавать духов или уже нет? И тот и другой ответ будет верен, потому что он находится вне времени, можно сказать, что мы все уже изначально рождены, а можно сказать, что мы продолжаем рождаться. С точки зрения материального мира то и другое будет верным. То есть можно сказать, что там продолжают каждую секунду появляться духи, а можно сказать, что они были всегда одинаково. Они находятся вне времени. Понятно. Скажите, вот еще вопрос, я его пытался когда-то задавать. Ольга, вы следующее зададите голосом. Вопрос такой, какова функция волос человеческого тела, что происходит после их удаления или сбривания? Я понимаю, что подразумевается, есть ли у них какая-то энергетическая функция, которая ухудшается, если удалять волосы? Она не ухудшается. Функция волос, функция именно роста волос, это вообще изначально была защитная. Это как защита была от всяких вредных факторов окружающей среды. изначально как и у животных, это тоже есть в их форме. Что касается энергетики, волосы, они состоят из вещества организма, и они заряжены из вещества, которые вырабатывают организм, и они заряжены энергией человека. но сами по себе, когда они уже растут, то их удаление не приносит энергетического вреда организму, но эти волосы, они как заряжены становятся. То есть через них есть такие практики, когда через них можно влиять на энергетику. Вот есть такое убеждение, что это наша поголовная массовая эпиляция волос у женщин, которая в социуме очень распространена, что в целом она не очень позитивно влияет на энергетику, и это как раз не обязательно делать, тем более в таком массовом ключе. Так это или нет? Как она стала массовой? В рекламе всюду это позиционируется, все считают, что так нужно обязательно делать, и никак не иначе. То есть внедрено в сознание такое убеждение людей. Так вот это все нормально или тут есть какие-то нюансы, связанные с тем, что это может быть как-то чувствительность какую-то энергетическую снижает женщин или еще что-то. Просто есть такое мнение, я хочу комментарий услышать. Он говорит, что это просто можно влиять тот, кто производит эту процедуру, он может влиять на человека как обмен энергиями, но само удаление волос это практически они как бы опять же если опять человек в это верит, само по себе это нейтральное такое действие. Понятно. Неплохое, то есть оно как такое поле. Все понятно, хорошо, спасибо. Здравствуйте, снова хочу поблагодарить за такую возможность пообщаться через Ирину с МИДом и задать ему вопрос. Каждый из нас имеет свою ленту времени и как я понимаю все эти ленты времени сплетаются друг с другом и в общую огромную во вселенной. Вот наука образности, как она работает и вообще работает ли она со временем, есть ли какие-либо техники, которые позволят мне в моей ленте времени сжать время или растянуть его, потому что я этот вопрос задаю не просто так, мне кажется, что у меня это получалось в детстве, когда я лежала в больнице и для того, чтобы мне легче было перенести все те экзекуции, которые надо мной производили склапы, я сжимала этот негативный образ больницы и очень быстро закидывала его туда-назад и оказывалась у себя дома. А уже взрослая однажды я страшно опаздывала в аэропорт и плакала до истерики в такси, ну не такси, сосед меня вез. Потом так получилось, что я как задремала, что ли, как-то вот у меня такое было оцепенение, я плюнула, и будь что будет. И вдруг мы приехали, и я успела на самолет, но потом у времени, которое у нас оставалось, мы в пробке застряли и доезжали, но это просто было несовместимо. И для меня до сих пор вот это впечатление, что я смогла растянуть тогда время, и мы в этом время теперь практически никуда не опаздывали. Так вот, какие-то точные теми. Так в чем вопрос? Можно ли растянуть время, да? И работать со своим временем, ну в одном случае сжать его, в другом случае его растянуть, но вот как? Как технически? Вот первое, делаем такое, закрываем глаза, второе, представляем вот это, третье. Ну есть такая техника? Ну то есть вопрос в том, если понадобится, чтобы время, например, прошло быстрее, чтобы оно прошло быстрее. А если куда-то, например, нужно успеть, нужно, чтобы в любом случае туда успеть, даже если где-то задержалось, да? Да, да, да. Ну, ответ такой, можно повлиять, кардинальным образом только на свое субъективное время. Да. То есть не на внешнее время, которое является потоком, которое является потоком изменений частиц, которые находятся вокруг вас. Что такое время? Время – это поток изменений. Вы просто фиксируете их часами, определяя определенные временные промежутки, которые придуманы как для вашего удобства. А на самом деле, ну вот как с точки зрения духовного мира, времени вообще не существует, потому что там нет изменений. С точки зрения духовного мира, в материальном мире просто существуют непрерывные изменения тех частиц, которые в него входят. Да, частицы энергии. остановить именно эти изменения невозможно. Потому что именно почему невозможно? Потому что та событийная цепь, которая образуется от изменений этих частиц, ее остановка или ее ускорение может повлиять на очень многих сущностей, воплощенных здесь. То есть не только для вас. и поэтому со стороны отдельного духа невозможно влияние на вот это все объективное время. Но возможно ускорить первое, ускорить или замедлить свое субъективное время, просто уйдя в состояние вечности. То есть когда ты уходишь в состояние духа, ты оказываешься вне времени. И когда ты оказываешься вне времени, то тот промежуток материального времени, который тебе неприятен по каким-либо причинам, он просто проходит незаметно. Он на самом деле проходит. То есть если его фиксировать часами, он прошел. То есть он никуда не исчез, так сказать. Он прошел. Просто вы не заметили его. А тот промежуток времени, когда нужно было взять дополнительное время, и вы думали, что вы не успеете, попали в пробку, но так как вы вошли в состояние вечности, в состояние успокоились, и когда вы сказали, будь что будет, это ключевой момент. То есть вы положились на Бога, вы положились на своих наставниках. Это есть доверие. Это есть доверие вселенной, это есть доверие себе. И в этот момент ваши наставники так повлияли на события, то есть на ту ситуацию, которая была на дороге, что эта пробка вполне могла исчезнуть раньше, чем это было, например, вами предположено. то есть если то место, куда вы летели, было вам на пользу, попадете, вы туда все равно попали. Здесь главное, как доверять себе и своим наставникам, и даже если вы опоздаете на самолет или на машину или на поезд, возможно, вы опоздали совсем не зря, то есть вас что-то задержало, и это не случайно, и это вовсе не обязательно, что там самолет разобьется, еще что-то, хотя и такое, конечно бывает, но бывает, что вам нужнее остаться здесь, возможно, вы что-то не доделали, возможно, вы с кем-то не встретились, и так далее. Здесь как главное доверять, это может быть управлением временным. Спасибо, а вот вопрос просто, Татьяна, вы следующая будете голосом, но сейчас вопрос еще из чата, как раз в контексте этой темы, а вот мы говорим о том, что дух из духовного мира может воплотиться в земном прошлом, вот нас в чате спрашивают, а как же это получается в земном прошлом, если события этого прошлого уже в материальном мире произошли? с точки зрения духовного мира, они происходят одновременно в прошлом, настоящем и даже во всех вариандах будущего. То есть вот сейчас, если мы посмотрим из духовного мира, вы увидите одновременно и Авраама, и Моисея, и Кришну, и войну 12 тысяч лет назад, и распятие Христа и его воскресенье. Это будет для вас из духовного мира лента. И когда вы воплощаетесь, если вдруг вы воплощаетесь в прошлом, вы воплощаетесь не вообще в прошлом, вы воплощаетесь в своем настоящем на самом деле. Просто это настоящее является прошлым для вашего предыдущего воплощения. Да, я просто еще раз хотел, это не все помнят, чтобы мы повторили, был этот ответ. Друзья, я вижу вопросы в чате, я вас очень прошу задавать в первую очередь вопросы по теме науки образности. Поэтому про существа, которые в антивселенной, дорогая Виктория, мы не можем сейчас про все, у нас тут именно по науке образности. В антивселенной живут антивселенцы. Я шучу. Но мы сейчас будем про антивселенную и не про науку. Да, Татьяна, слушаем вас. Кто там живет? Кто там в антивселенной? Все-таки, Татьяна, МИД хочет про антивселенную, давайте дадим возможность. Мы за справедливость тоже. Все правильно. Мы будем всегда бороться за справедливость. Но помните, что справедливость без любви превращается в жестокость. Итак, антивселенная. Строго говоря, это такое состояние материи, которое находится не в нашей вселенной. Это не значит, что в параллельном мире. Это тоже физическая вселенная. Но антивселенная это такое состояние материи, когда стихийные силы, которые образуют атом, в других соотношениях противоположны. По вашей науке это когда мерность, не мерность, а зарядные частиц меняются на противоположные. Такие вселенные действительно существуют вне нашей вселенной, но они существуют. И в них есть проходы, то есть как порталы. В них можно попадать также через гравитационные сгустки энергии, которые называются черными дырами. Через крупные черные дыры можно в центр черной дыры создать такое поле, которое сможет переместить сюда дух. Кто там живет? Там живут такие же духи, как и мы, но воплощенные они уже в своих телах, созданных из атомов там определенные им как полярности атомов, как вы говорите, или соотношение стихийных сил. Там тоже есть планеты, там тоже есть звезды из антивещества. И там воплощаются тоже духи. И мало того, эта вселенная является частью мироздания, антивселенная является частью мироздания, и те духи, которые воплощаются здесь, могут воплощаться там и наоборот. И более того, для духа, когда он начинает вспоминать свою прошлую жизнь, например, вспомнить свою жизнь в антивселенной, для него это будет то же самое, как он вспомнил жизнь на какой-то другой планете. И это просто для нас это просто как вид материи. Она просто другая. При соприкосновении с нашей материей эти стихии, они начинают смешиваться друг с другом таким образом в атомах, что атомы разрушаются, происходит выделение энергии. Они так разрушаются. И нет, почему там есть люди, ну, на планетах гуманоиды, ну, их тела состоят из антивещества. Они смогут физически общаться, только с, физически прилетать только на те планеты, которые состоят из вещества, которые для них являются антивеществом. То есть для них мы антивселенные. Для нас они, а для них мы. И они не могут, например, без специальной защиты мощного гравитационного поля прилететь в нашу вселенную, потому что их корабль сразу превратится в энергии. Взорвет их. Понятно. Спасибо. Вот Виктория благодарит нас. Татьяна, прошу. Благодарю всех. Вопрос, может быть, в продолжении предыдущего. Есть очень, видимо, высокодуховные миры, из которых пришли какие-то практики, которые связаны с искусством. Меня интересует танец и интересуют боевые искусства, которые, в принципе, в процессе и в подготовке и используя обязательно науку образности, что на сцене, ну, режиссер, да, что в боевых искусствах. Там идет примерно то же самое. И мы в курсе, что представить о том, как я побеждаю, это лучше, чем бояться, и тогда ты, скорее всего, проиграешь. Вопрос в том, с каких миров это приходит, почему в процессе все равно это связано с болевыми ощущениями, то есть растяжки, сильные тренировки, что в танцах, что в боевых искусствах. И они напоминают, ну, выглядят одинаково, как бы, как это нам лучше использовать на наших планах развития человеческих. И, да, и как это благоприятно влияет через проработку чакр, каналов, что там, что там, взаимодействие с Землей и с космосом. Ну, и как проводник к людям. Сейчас Владимир, наверное, посчитает, сколько вопросов вы постарались. Да, здесь так не работает. Здесь, чем конкретнее вопрос, тем будет конкретнее ответ. Сейчас ответ будет такой размытый, что вы вообще ничего не поймете. Очень коротко задайте вопрос, Таня, самое главное, что вы хотите, самое главное. Как правильно на нашем уровне проводить энергии, например, танцевальные? иметь контакт со своим телом. Любое движение, оно сначала дает, сначала производится с помощью сознания, с помощью управления сознательной частью духа, с помощью разума, а потом оно автоматизируется, то есть дух освобождает себя от постоянной, постоянного наблюдения за движением и просто может думать о чем-то своем. То есть у мозга человека есть такая особенность, это быть, конечно, не до степени роботов, но в любом случае вы не задумываете, например, на каждом шаге. Если вы будете думать, например, как в год, когда вы ходили, как ногу поставить правильно и так далее, то есть вы не сможете быстро ходить. Вы уже это делаете автоматически, то есть не задумываете. Иными словами, самая высокая степень танца или боевых искусств это медитация в движении. Правильно я поняла? Можно в движении, но можно когда только учишься, как ты и сказала, что тебе нужно представить вот сначала мысленно, вот как в образ, потом повторить физически. И если постоянными физическими упражнениями застигнешь автоматизма, то потом уже пока дело совершает эти движения, ты просто соединишься со своим высшим я и почувствуешь, как через каждое твое движение выходит энергия. Но об этом просто не получится думать, когда ты еще учишься, потому что ты будешь следить за правильностью выполнения алгоритма движений. Например, ну, потренируйся, когда ты ходишь. Вот, например, когда ты идешь, ты же уже не думаешь о том, как совершать шаги. тогда, например, обрати внимание на сам ритм этих шагов. Представь, что та земля, по которой ты идешь, она является живой, она является ладонью, тогда мы говорили богиней земли, она является большой ладонью, можно сказать, царицы земли, Диметры. А Диметра является духом, который себя полностью осознает, ну, можно сказать, единый с богом, то есть он настолько высококосберционный дух, как ангел, который является, очень любит бога и проводит его энергию. И, значит, вступая по ее плотно материальным ладоням, вот, в этой форме, в которой вы можете это воспринять, в форме почвы, вы одновременно находитесь в руках своего небесного отца. И попробуйте это осознавать в каждом шаге. И посмотреть по-новому на деревья, на облака, почувствовать по-новому каждое шевеление ветра. И вы почувствуете, что бог с вами рядом, и он в вас, и вне вас, и вы являетесь им. Сейчас я хочу вопрос тоже озвучить из чата. Ну, смотрите, я выбираю просто те вопросы, которые, на мой взгляд, интересны для максимального количества людей. Тут я два вопроса выбрал. Значит, вопрос про военные действия, которые вы задаете, можно ли влиять мыслями и образами на военные действия и негативные события в мире. И вот вместе с ним вопрос, они как бы очень близки. Можно ли влиять тоже с помощью наукообразности на ребенка, ну, то есть на другого разумного духа, но он все-таки ребенок, вот еще, значит, несовершеннолетний. Оно как-то чем-то пересекается. Это же тоже люди неразумные, которые военные действия, я шучу, совершают. Ну, вот, короче говоря, можно ли влиять на что-то внешнее, на какие-то события, ситуации в мире или вот на своего, допустим, ребенка своего собственного, на его поведение с помощью науки образности? Конечно, можно создать мыслеформу. Я вам сейчас скажу, что закон создания влияния мыслеформы на других людей, он очень прост. Та мыслеформа, которая создается вами, представлением этого человека, будь она положительная или отрицательная по своим энергиям, и эта энергия, раз вы представляете человека, она в астрале отправляется к нему в этом мыслеформу и сливается с его полем, но она может с ним слиться только при том условии, что этот человек имеет в своем поле некоторые вибрации, которые похожи на ваших. Если они очень сильно отличаются, это может просто, как отразиться. Если есть что-то сходное, он может принять частично эту энергию, но даже если он принял, как это подействует на его поведение. Здесь все очень просто. Если по энергетике, по количеству жизненной силы, и это первое, и по волевым качествам, по характеру вы превосходите в силе этого человека, то он почувствует желание, непроизвольное, чаще всего, такое непроизвольное влечение, которое может оформляться в его желание поступать так, как вы придумали. Но он его примет за свое. если у вас, например, недостаточно жизненной силы, или вы недостаточно вложили энергии, воли, энергии, веры в это, то это просто будет у него такая слабая, вот вам я сейчас показываю, как мысль, которой он удивится, но он не почувствует желание, он просто ее отгонит в сторону, и все. но если он превосходит по энергетике, вас, по силе энергетики, у него больше жизненной силы, то он может не почувствовать этого, но здесь еще зависит от того, один этот человек ему посылает в смысле формы, или несколько людей, вот когда несколько людей посылает, эту энергию усиливает. Вот, поэтому влиять своими мыслями мы действительно можем и на войну, и на детей, важно это делать со светлыми помыслами, потому что любая наша мысль, она становится известной и видимой в тонком мире, и в астральном мире, в духовном мире, всем нашим ангелам, наставникам, и если эта мысль, ее цель, этой мыслеформы противоречит любви, то ответственность за вот такие действия с людьми без их ведом, без их воли, направленной на их на деградацию, на понижение их вибрации, за эти действия ответственность выше, чем за непосредственные какие-то слова, сказанные ему, потому что он этого не знал, потому что вы начинаете использовать силу своего духа, тайную для других, то есть использование тайных сил в злых целях, оно вызывает большую ответственность, это по тому закону, что больше спросит того, кому больше дано. Я хочу это подчеркнуть, друзья, вот этот момент, то есть если человек по сути такую, ну по сути магию такую использует, да, он представляет себе, да, по сути представляет себе, создает образ, как кому-то плохо, посылает кому-то негатив, этот человек об этом не знает, он использует наукообразности вот в этих целях негативных для кого-то, то ответственность потом за это еще выше, чем если бы он пошел там и ему условно камень в окно бросил. Да, это ответственность за, именно поэта, да, он мне сейчас говорит, что именно поэтому, вы, наверное, слышали, что христианская церковь, там православная церковь, протестанты и так далее, они очень осторожно относятся к вот этим духовным исканиям, к этой эзотерике и так далее, потому что в их книге святые отцы, вот которые получали информацию из духовного мира, они вложили, что человек с неочищенным сердцем, большим, ну как эго, как вы говорите, с эгоизмом, может использовать эти знания, а они действительно существуют, они действительно существуют ими в негативных целях поступления физически, он ответственен за эти знания, которые он принимал, применяет неправильно, но которые другие не знают. Евгения спрашивает, если однажды получалось выходить во сне из своего тела и видеть обстановку вокруг себя и в том числе, то сейчас это не получается, почему это такое происходит, что делать, как практиковать? Не получается, так, ладно, очень сейчас у МИДа много вопросов возникло, значит, вы делаете упражнения на астральные путешествия, вы определили себе цель этих выходов, и самый главный вопрос, что вы почувствовали при первом выходе, какие были ваши ощущения и что вы стали делать, то есть при негативных эмоциях и опыте, которые получены при астральном путешествии, возможно, ваше высшее я, высшее я само может заблокировать выход, чтобы вы не получали негативы, и это первая причина, вторая причина, если ваша задача не входит вообще в астральные путешествия, возможно, вас это будет отвлекать от жизни в материальном мире, попробуйте заниматься, просто заниматься теми техниками астральных путешествий, которые вы можете найти, занимайтесь примерно в месяц, 21 день хотя бы каждый день, и у 90 процентов людей, у которых нет противопоказания от высшего я к астральному путешествию, астральный выход получается в течение упражнения, есть такие упражнения, вы можете их найти в интернете, они так называются астральные путешествия техники для астрального для сознательного воздуха, да, почитайте книги Лобстон-Гарамка, например, там хорошо, спасибо, так, я снова к вам вернулся, просто выбивала меня из ума, Александр, вы хотели голосом спросить, пожалуйста, можете включить микрофон, Александр Сорокин, слушаем вас, а то я думал перед моим вопросом специально, вопрос такой глобального характера, добрый вечер всем, саму хотел задать книгу, меня слышно хорошо? Да, все хорошо, вот, смотрите, Бог, он наш творец, создал подобие нас, такими, как он, то есть, тоже созидающими, вот, ну, как, фактически, как Иисуса Христа, который тоже может созидать, но, с другой стороны, мы знаем, вот в чем парадокс, мы знаем, что есть там первый уровень, низкий уровень, и 24-й уровень, так вот, вопрос, так какого, какого уровня он у нас создал, он же нас любит одинаково, то есть, по идее, он должен был нас сделать одинаковым, либо низким, потом мы прогрессируем, либо, наоборот, высоким, а вот тут, непонятно, почему мы стали низкими. И второй вопрос, это быстрый вопрос, сколько цивилизации нас создало, именно цивилизации, речь идет, три гуманоидные расы, это, в наших телах, но я слышал, что участвуют еще плазмоиды, это так или нет? Конечно, плазмоиды вообще участвуют в создании, они и сейчас участвуют в создании биосферы, и в создании вообще элементов для нашего тела, их передачи от тела к телу, как скажем, управление вот этими потоками энергии вещества, это тоже рода создания, сколько там цивилизации, ну, например, уровень, вот у нас три уровня плотности, их создают, три уровня плотности, их создают те плазмоиды, которые воплощены до с четвертого, ну вот он сейчас говорит, с четвертого по одиннадцати уровень плотности, именно земные формы, и именно земные формы плазмоиды, и ну, сколько там цивилизаций, на одном уровне плотности, может быть, тысячи цивилизаций, могут быть, миллионы цивилизаций, где, вот, например, на Земле, если мы посмотрим на четвертый по одиннадцатый уровень плотности, цивилизаций, я имел ввиду, три миллиона лет назад, когда нас создавали, гены брали у трех гуманоидных рас, но участвовали именно в генных модификациях плазмоиды. сейчас я немножко вопрос доформулирую, в генных модификациях участвовали, как ученые, участвовали гуманоиды, но материалы, как в виде атомов, естественно, поставляли плазмоиды, как и для всей биосферы, то есть и сейчас это происходит. Если вы смотрели, вернее, если вы читали статью про зачатие духа, про то, как дух приспосабливается к телу, то там ясно сказано, что когда дух соединяется с телом, формирует свое тело и эфирную оболочку и так далее, то в этом участвуют плазмоиды минимум по одному от каждой стихии. Они помогают формировать ему эфирное тело и эфирный каркас для связи с биосферой. Это при зачатии каждого духа. Без разницы геномодифицировали его или не геномодифицировали. Это закон плотно-материальной вселенной нашего мира физического. А минимум по одному плазмоиду стихии это уже четыре плазмоиды. У нас четыре стихии. И когда они воплощаются, то есть там тоже воплощенные духи, они не просто воплощаются в свой мир, чтобы полетать над землей в форме шаровой молнии. Нет, у них есть свои задачи, которые они выполняют. И одной из их задач является расформирование плотного мира. Мы же сами там воплощались. Мы сейчас плавно переходим к вашему следующему вопросу о рождении духа. Мы же как были рождены как духи? Во-первых, я еще раз повторю, вне времени. Вне времени в духовном мире. Вы помните, что мир невоплощенных духов состоит из 24 уровней. Ну, опять для нас состоит из 24 уровней. Так вот, духовный свет из духовной энергии Бога энергии Бога она неоднородна несколько раз в случае света духовного. Они пронизывают все эти уровни. То есть с 24 по 1. То есть Бог присутствует на 1 муру, но он там присутствует в такой форме, что воспринимается духами как страдания, будем так говорить, из-за их низких вибраций, но он там все равно присутствует. Он не может не присутствовать, он везде сущий. Итак, это его природа везде присущая. Ну, съехали, съехали, пароволосы отвечали, а про духов, я думаю, будет еще важнее. Сейчас приедем обратно, там следующий вопрос будет про наук образности. Итак, вот свет пронизывает все уровни мира невоплощенных духов. Есть статья, вкратце скажу, энергия божественного света сливается с энергией божественной, энергия божественного разума сливается с энергией божественной любви. и из этих двух энергий получается первый зачаток разумного духа это его воля, это его духовное сердце, то есть это его понимание, что он отделен от общего потока света, и потом он начинает формировать уже свои чувства и так далее, то есть еще находясь в потоке. Вот именно от того, что сливаются две энергии, энергия божественного разума и энергия божественной любви, от этого практически во всем плотном материальном мире появляются два пола мужской и женский. То есть энергии это мужчина олицетворяет именно божественный разум, женщина божественной любовью. Когда мужчина и женщина сливаются, у них получается ребенок, так и там сливается божественный разум и божественная любовь не в форме тела, а в форме энергии. Вот таких лучей будем очень образно говорить. Я могу сказать только примерно, потому что языка общечеловеческого русского языка не хватает, чтобы выразить все эти тонкости. У нас нет для этого слов. Я могу только примерно говорить на образ. язык. когда сливается, на каком уровне? Дело в том, что это может произойти на любом уровне. Это может произойти на любом уровне с 24 по 1. Дух себя может осознать где угодно. От чего это зависит? Где он себя осознает? А это зависит от воли Бога, потому что вообще-то он любит одинаково, что Дух из первого уровня, что Дух из 24 уровня. И когда он с этими вибрациями Дух себя осознал, для нас это некоторая случайность. Вот осознал он себя там, значит осознал. А для Бога естественно цикономерность, потому что когда Дух возникает, он уже как все ведущие, он уже знает все циклы его воплощения, он уже знает все варианты его будущего, в том числе тот вариант, который будет единственно верным. И он знает результат всех его воплощений. И это он все знает одновременно. И из-за чего он тогда так делает, что это за игра такая, он знает, что он делает. А он нас творит не для того, что он хочет познать. Хотя он нас уже познал, при рождении, но он нас рождает именно из-за чувства любви, чтобы мы были счастливы. И он понимает, что все наше счастье это в нашей свободе. И именно поэтому существуют эти уровни. Так вот, когда дух возник на каком-то уровне, у него есть специальные, можно сказать, другие духи, которые находятся там же, и они чувствуют возникновение нового духа, и они начинают объяснять законы мира, куда он попал, что он родился, где он находится, и так далее. Но опять же, для материального мира это будет одновременно, и что он был до создания мира, и что он только что появился, или что он вообще еще не появился, это будет одинаково. Итак, первое воплощение, то есть ему объясняют, что существует еще материальный мир, куда мы можем воплощаться, чтобы проявить себя. И когда происходит первое воплощение, оно по закону Бога не может быть в мире ниже 35 уровня плотности. Первое воплощение должно пройти в мире с 35 по 59 уровень плотности. Это для чего так придумано? Для того, чтобы дух приспособился сначала к материи, приспособился к ее изменчивости, и приспособился к последствиям своего свободного выбора, потому что он еще не знает, что это такое. Он должен понять, как это становится невечным вдруг, как это чувствует себя невечным. И это он понимает, и какие ощущения и последствия это приносит. И это он понимает, соединяясь первым своим телом еще плазмоидом. Первое воплощение у него проходит в таком мире, где уже обычно другие духи могут его хорошо этому обучить. Потом, когда он уже проходит, вот я сколько смотрела воплощение духа, там одинаково, что после первого воплощения плазмоида обычно бывает от нескольких до нескольких десятков воплощения и опять же идут плазмоиды, потому что дух начинает творить материнские меры, которые творят более подростные миры. Например, творит такой уровень творит галактики, ну, примерно с уровня где-то может быть 45-й, 47-й вот сюда и до 59-го там уже включить, смотря какие есть еще группы галактик, там уже определенные тоже тела, то есть почему у них уровень плотности отличается, чем выше уровень плотности, тем обычно у них не то, что больше возможностей, тем сильнее их мысли влияет на материю, будем так говорить, и тем больше у них может быть тела, то есть оно такое огромное, оно, например, может занимать несколько световых лет, да, а что там земля для них будет. хорошо, спасибо, Александр, спасибо за вопрос, давайте следующим голосом будет у нас Анна Фишмана, я сейчас прошу уже ближе к науке образности, вот МИДа прямо вообще, прямо его прямо спрашивают откровенно, МИД, а вот тебе приходится справляться со своими эмоциями, связанными вот с землянами, когда вот тебя мы вызываем какие-то эмоции, или вообще как ты справляешься со своими эмоциями? Я с детства проходил курс в своей школе как работать со своими эмоциями, сейчас я уже взрослый, по-вашему человек, взрослый гуманоид, поэтому во мне это уже доведено до автоматизма, когда я испытываю какую-то эмоцию, я не отдаю ей, я не отдаю ей всю свою энергию, я сразу себя спрашиваю, что ее высловало, и для чего она проявилась, какая цель. И когда, я скажу вам откровенно, что когда я впервые попал на землю, это было, как я уже говорил, в 1983 году, да, нам нужна такая школа, я полностью согласна, и так, это было в 1983 году, я был еще тогда молодым биологом, специалистом, который недавно закончил вашему университет по контакт, по астробиологии, то есть по контакт с разумными разными космоса, и сам выбрал работу на земле. Я знал, естественно, когда я узнал, что планета не входит в Межзвездный Союз, мне было интересно изучить, как у планеты, не входящий в Межзвездный Союз, происходит образование, медицина и так далее. Я стала изучать. Я очень удивился, когда узнал через своих контактеров, я попросил их сказать, на какую-то школьную программу, как они что-нибудь изучают. Я очень удивился, когда узнал, что у вас нет дневника, практически у вас нет такого обязательного для нас стандарта, как введение дневника эмоций. Я когда спросил, есть ли у вас еще какие-то территории России, то есть я когда спросил, есть ли у вас какие-то там тетради, дневники, записи, когда мне сказали, что дневники предназначены просто для оценки и для записи домашних заданий. Это для памяти, для оценки. Оценка нужна для того, чтобы ребенок мог осознать степень знания своего предмета и степень его принятия обществом. Это важная социальная модель, я согласна. У нас она другая, ну ладно, я здесь понимаю логику. По какой причине не вводят вашу школьную программу изучение психологии духа и своих эмоций, и как вы можете не учить детей отличать свои чувства именно духовные от инстинктивных, а тогда для чего вам изучать физику, математику, к чему приведет изучение материальных наук, если вы себя не поздно. У меня был такой вопрос. Вот для этого мы пишем теперь дневник эмоций, все участники всех, надеюсь, потопов, и как раз и МИД тоже его писал, и я его писал, и это поможет вам разделять как раз эмоции от инстинктов, от чувств и изучать себя. Вот как вам, действительно, дорогие друзья, вы уже пишете дневник эмоций, вот скажите МИДу сейчас, тоже интересно будет, вам это помогает в жизни, вот как вам это, какой обратный связь, как вы чувствуете? Да, дайте нам, пожалуйста, кто пишет, кто пишет дневник эмоций, да, вот, повторение от них. Очень полезно уже, я уже поблагодарила всех за обратную связь, МИД тоже через меня читает, сейчас мысленно передаю, да, и он тоже очень рад, он говорит, а теперь представьте, что если вы эту практику начали, ну, например, пусть даже не в первом классе, представьте, что если вы эту практику начали в 10 лет и продолжали ее до окончания, ну, как школы, каким человеком вы бы станете? Мир бы изменился уже, если бы большинство людей так делали, мы жили бы уже в другом мире, готовом к вступлению в Международный Союз. Поэтому давайте, да. Все верно, все верно. Так, давайте действительно ближе будем стараться к науке образности вопросы. Анна, надеюсь, у вас вопрос про науку образности, правда, Анна? Если да, то можно включать, можно включать микрофон. Анна Фишман, вы у нас руку подняли? Да. Добрый вечер, я хотела спросить, что такое жизненная сила и от чего она зависит? у нас там есть в энергии, да, духа, там жизненная сила находится, мы изучали в науке образности. Вот вопрос об этом. Отлично. Жизненная сила, жизненная сила это та энергия, которая позволяет нам существовать в, ну, вот конкретно жизненная сила тела, она позволяет существовать и действовать в материальном теле и в мире в целом. жизненная сила пополняется и из духовного мира и из материального мира. Из духовного мира она пополняется нашими светлыми чувствами, желаниями, мыслями, эмоциями. Как она пополняется? Когда мы чувствуем светлое духовное состояние себя, в нас входит поток духовной энергии, который проходит через наш мозг, проходит через наше тело и путем активации обменных процессов уже в физическом теле пополняет нашу энергию физическую. Как через тело действует пополнение? В теле есть специальные в теле есть специальные инструменты для преображения материальных веществ, которые в него попадают в энергию. Какие это инструменты? Это пищеварительный тракт, это каждый пищеварительный тракт, это кровеносная система, это дыхательная система, то есть мы дышим, каждый плеточный через тело мы пополняем два источника. Да, и она тратится на физические процессы тела, и она же направляется на эмоции, то есть тратится на те процессы, которые дух производит в теле. не сам духа, а воплощенный его часть. Самого духа это уже духовная энергия. Воплощенная часть, душа, которая находится в теле, она в том числе тратит жизненную, как пользуется, тратит жизненную энергию тела, потому что она с ним соединена как с эфирным телом. на что больше всего тратится энергия, жизненная сила. Ну, естественно, на движение, на погрев тела, а также на биохимические процессы в нем разнообразные в каждой клетке происходит каждые сутки много миллионов. На деление клеток, регенерацию, иммунитет и так далее уходит жизненная сила. Также на восприятие уходит через органы чувств, через глаза, через уши, переработку информации, которая поступила через рецепторы в мозг. То, чтобы выработались сигналы нейронов электрические и смогли управлять телом, могли отправить эту информацию в дух. Тоже на это тратится энергия. То есть на как вы говорите через глаза что-то направляем внимание на зрение, что-то читаем, что-то там смотрим, получаем информацию через зрение, то у тела уходит тоже энергия. То есть энергия уходит не только тогда, когда мы работаем физически. Когда мы напрягаем свои глаза и смотрим тоже на это уходит энергия. Много энергии. Именно поэтому человек устает. когда у него мало энергии требуется пополнение. И устать же можно не только от физической работы, можно и от умственной устать. Даже еще сильнее. Почему она больше тратится? Потому что негативные эмоции неприятны. Человек начинает их вместо того, чтобы их переработать в свет, чтобы их переработать в свет, нужно поработать на своем сердце, на своем отношении к этому явлению или человеку, который вызвал эмоции. Но человеку так проще не делать, как правильно сказал Владимир, из-за того, что не работал своими эмоциями. Человеку так проще не делать, ему проще забыть об этом. Но если он об этом забыл, его эмоция отправляется в эфирное тело в форме такого небольшого сгустка энергии. Если он ее испытывает часто, этот сгусток начинает расти. И образуется блок, который уже находится в какой-то чакре между ними и начинает мешать циркуляции жизненной энергии. И в эфирном теле Благодарю. Давайте мы, может быть, тогда уже дальше пойдем. Смотрите, я просто хочу, во-первых, ответить на вопрос по поводу тут вот в чате, как определить уровень вибраций духа в данный момент времени. Нужно соединиться со своим духовным я и у высшего я. Спросите, если вы готовы, и вы узнаете, какой у вас в текущий момент времени. Но это может меняться, уровень вибраций. Ну, он это понимает. Да, Мид говорил, что у высшего я обычно спрашивают уровень духовного уровня, спрашивают духовный уровень. Ну да. А уровень вибраций это в чем? Я думаю, это то же самое, этот человек имел, вот это имел в виду, вот имел в виду вот этот уровень. Я так понимаю. Я просто повторю, что вот для дневника. Знаете, вот отвечая на вопрос, значит, когда возникла эмоция и когда вы ее записываете, вот любая из этих эмоций, которые мы обсуждали, вы записываете, что ее вызвало, то есть, ну, какова ее причина и свои ощущения. Ну, например, пишите так, ну, как-то у вас будет возможность, ну, не прямо там останавливаться на дороге и писать, сейчас подождите, я вот остановлю и запишу, что меня разозлил этот человек. Нет, когда у вас будет возможность, записать, например, воскресенье, 20 ноября, ну, это уже должно быть по графу разделено, у нас так, уже дни разделены, и, например, там 15.00, я почувствовала раздражение и пишите, от чего? Ну, например, от того, что продавщица мне дала просроченный кефир. И дальше вы себя спрашиваете, а почему у меня это, почему у меня это вызвало раздражение? И, вот какой приходит вам ответ, вы пишите, потому что продавщица в моем понимании, она должна выполнять свои обязанности и следить за качеством продукта. И дальше пишите, это я вам сейчас пример рассказала, пишите ощущения, ну, коротко, чтобы потом вы поняли, о чем вы говорите. И вот этот вот дневник эмоций, его полезно перечитывать, вообще мы перечитываем раз в месяц. Вот, вы можете чаще, если хотите, но вот, когда вы начнете это читать, тем более о тех эмоциях, которые вы уже давно забыли, у вас могут начаться интересные ощущения. И вы увидите, что они повторяются. И когда вы увидите закономерность появления эмоций в тех или иных ситуациях, это уже говорит о ваших глубинных убеждениях, установках в ментальном теле и о состоянии вашего духовного сердца, чувствах, если у вас какие-то негативные там будут, ну, как бы больше преобладать негативных реакций, негативных эмоций, то это уже даст вам инструмент, как изменить себя, чтобы негативные эмоции, как реакции перестали появляться. Да, благодарю. Такой краткий экскурс, но лучше пройти, конечно, полностью, взять наукообразность на всех семинарах. Я вот еще, значит, отвечу, вы просите практику, но, друзья, у нас сегодня в самом начале, может быть, вы пропустили, практика материализации желаний была в самом начале нашей встречи. Конечно, все это мы будем повторять, у нас есть медитации отдельные, связанные с этим периодически в рамках чата наукообразности. Присутствуйте там и скоро вот очередная будет следующий четверг. И хочу еще сказать Стелле, она там уже прошло какое-то время, в чате спасибо, что вы поделились приходом человека в капюшоне ночью и всех убедили, что если ночью приходит мужчина в капюшоне и он входит куда-то в астрал, то это действительно повод выйти замуж. Правильно, что вы это сделали, он перестал приходить. Действительно, это очень правильное решение. Это уже признак, как раз уже в астрале в капюшоне кто-то куда-то уводит и там, значит, с ним хорошо, надо выходить замуж в материальном мире. Это правильно. Вот, прекрасно. Давайте мы сейчас послушаем Дмитрий. Вы у нас активный участник шестого потока. Можете включать микрофон. Сейчас я вам дам возможность. Слушаем вас. Да, пожалуйста, слушаем. Включайте микрофон. Добрый вечер всем. Всем добра. Я хотел спросить, вот науке образности существует какой-то уровень мастерства, например, там, первый, второй, третий, вот сколько нужно классов, чтобы постичь, скажем так, там, например, начальная школа, там, университет, там, академия, вот есть ли такие? И второй вопрос еще такой, возможно ли использовать, вот мы использовали доску изменений, карту желаний, а можно использовать какие-то кристаллические структуры, камни какие-то, например, вот камень Чинтамани, как бы мог бы изменить или бы как-то усилить наши мысли, желания, науки образности? Да, у нас уровни мастерства. Но если мы говорим конкретно о науке образности, которая находится в Железном Союзе, интегрирована уже в наше общество, эта наука начинает изучаться в рамках нашей школы, так и называется, она у нас подополное название, это дисциплины, примерно как образное мышление и влияние на материальный мир с учетом, если перевести на русский язык, с учетом особенностей его восприятия. Такое длинное название, сейчас это просто на русском языке так звучит, а на нашем там понятные слова, которые примерно как у вас, не знаю, русский язык или литература, будем так говорить. Понятно, это уже ответ был, да, уже мы... Значит, что это предмет, как он у нас называется, а что касается у нас, он изучается на трех циклах нашей школы, у нас есть три цикла, начальный цикл, средний цикл и выпускной цикл, где изучается наукообразность. В начальном цикле мы изучаем вообще общие, ну вот когда еще дети маленькие, мы изучаем общие законы на примере, ну как вы это говорите, сказок, мифов, то есть каких-то наших специальных литературных произведений на примере собственного творчества детей, то есть мы учим их выражать свое творчество и так далее. Это и рисовать, это и писать собственные как сочинения, это и разбирать образы. На среднем цикле мы уже начинаем разбирать какое-либо литературное произведение с целью понять, какие чувства испытывает, какие он чувства будет испытывать в будущем, то есть такой прогноз сделать, какие образы заложил писатель и так далее, то есть уже на таком более уровне расширенном. В основном на выпускных, но это я вкратце просто сказала, там основные моменты, а в третьем цикле человек получает инструмент, ну вот как школьник, он получает инструмент практически, то есть как эти знания применить в практике, например, практики, упражнения, для достижения каких-то своих целей определенных, для, например, поиска партнера, для беседы с его высшим я, для астральных путешествий, для исполнения своих желаний, ну там у нас определенные практики, направленные уже больше на индивидуальную работу. но у вас на земле это может быть соединено, раз это у нас для детей, у взрослых у вас может быть соединено один курс, но может быть потом повторный курс именно для тех, кто уже практиковал это в своей жизни, кто уже практиковал это в своей жизни и кто желает, например, стать преподавателем уже для других. Спасибо. А про кристаллические структуры? Про кристаллические структуры. Можно ли их использовать для усиления? Да, конечно, это не имеет никакого значения, большого значения для обучения науке образности какие-либо конкретные символы или энергии или какие-то вещества. Это лишь инструменты для того, чтобы усилить свой образ, будем так говорить, усилить опять для себя, чтобы поверить в него и вложить больше, чтобы в него поверить, вложить больше энергии и как более четко его представить. Спасибо. Хорошо, спасибо. Так, значит, вот хочу задать еще вопрос. Скажи, Мит, вот интересный был, на мой взгляд, вопрос, вот если какие-нибудь инопланетяне на своей планете, например, значит, на планете в столице Союза шести, драка, они массово, вот так вот, массово, коллективно посылают нам какие-то образы сюда, чтобы ситуация тут изменилась у нас в их сторону, так, как бы они хотели. Так вот, они будут этим на нас влиять, или чтобы влиять, нужно только находиться в нау сфере планеты, чтобы влиять образами на изменение ситуации, ну, нашей планеты? Так как образы отправляются через астрал, расстояние тут не играет никакой роли. Играет роль лишь их вибрации, первый уровень их вибраций, то есть, ну, в шкале негатив-позитив, насколько их вибрации совпадают с вибрациями землян. Если совпадают, то их вибрации будут усиливать. Например, если у них, если у многих землян такие убеждения, такие чувства, такие мысли, как Ордена 6, то то, что придется через астрал к нам, вот какие вот мысли-формы, они будут усиливать уже имеющееся качество землян. Ну, вот эти же. Именно это называется влияние. То есть, подобное притягивает подобное, короче говоря. Да. Если и второе, это играет роль их сила, их энергия, и сила, энергия землян. То есть, если они будут более слабыми энергетически, то это влияние будет быстрее. Ясно, спасибо. Наталья, вы уже не надо технику, вы уже прямо скажите, МИД, исполни мое желание. Надо короче, сократим. Чтобы получить технику исполнения желания, нужно пройти целиком курс науки образности, и делать те практики, которые там есть. Такой шорт, это не получится так. Не получится. Вот так. Вот надо поработать внутри от слова раса, соединяясь с Всевышними, все будет. да. Хорошо. Так, МИД, скажи, а есть люди, есть представители планеты СЛЕР, которые не проходят обучение в рамках науки образности у вас на планете, вот не учатся, двоечники? Проходят все. Это включено в школьную программу, которая вообще обязательна для каждого гражданина на планете. Насколько успешно, ну, у нас такие учителя, которые ищут индивидуально, ну, вот не просто учат класс, а они ищут индивидуальный подход к ребенку. У нас, во-первых, группа учеников в одном классе она не может быть больше семи человек. То есть, семь человек, это, если класс более крупный, то он разделяется на мелкий и открываются даже другие школы. Семь человек, это, ну, по вычислениям. Да, да, продолжаем, продолжаем. По вычислениям наших ученых, семь человек, это тот, ну, необходимый, ну, как сказать, максимум энергетический, ну, вот как детей, энергетические поля, с энергетическими полями, которые учителю будет комфортно и продуктивно работать. То есть, это еще же обмен энергиями. И поэтому у нас еще индивидуальный подход к каждому, и у нас очень много в школе, в том числе и на науке образности, у нас много вообще практических занятий различных. То есть, мы начинаем рассуждать, например, о школе, например, о своем опыте, о своих семьях и так далее. Приводим примеры своей жизни. В том числе, учитель это может делать и ученики, и часто урок проходит вообще в форме беседы. Обмена мнениями. Что касается оценок, вот как таковых оценок у нас не существует, прям вот как вот, чтобы цифрами было. У нас считается, что знание ученика оценит сама жизнь. То есть, у нас существуют так называемые зачеты. То есть, это как ваши, примерно, как курсы или экзамены, но вот как зачеты в конце, можно сказать, каждого цикла обучения разделен на несколько там, ну как месяцев по вашему. И существуют зачеты, зачеты не в форме, что там вытащил, как это у вас бывает, и ответил на вопрос, а зачеты в форме беседы. То есть, подождая еще какой предмет, если это тем более, ну да, вот такой, как вот духовный цех от наукообразности, то там зачетом может быть какое-то творческое произведение, или, ну там, собственное, или анализ, например, например, какого-то своего качества или еще что-то. То есть, ну вот, и он проходит форме беседы, когда ученик наедине с учителем, там они встречаются, у них есть определенные расписания. Двоечники есть у вас? Двоечники, троечники. Понятно. Да, то есть, учитель встречается с учеником и начинает, ученик ему показывает вот это свое произведение, отвечает на вопросы учителя, для чего это создано, и так далее. и там не выставляется такая вот оценка, вот прям вот как цифра, она, мы считаем это бессмысленно, цифра, она ничего не дает, оценка выставляется косвенно, то есть, она выставляется не в виде цифры, а в виде такого, как совета, то есть, рекомендации учителю, на что ученику нужно обратить внимание. И, да, она обычно дается в письменном виде, то есть, в форме нескольких предложений. Вот, хороший вопрос. Да, тут прекрасно есть вопрос еще, значит, вот выше я вижу. Давайте, смотрите, я сейчас этот вопрос задам, Артем, а вы следующие голосом. Значит, вопрос вот, какой? В структуру духа входят эмоции, инстинкты, мышление, память и так далее. С точки зрения медицины, это там рептильный мозг, инстинкт, и лимбическая система эмоций, кора головного мозга, мышление. Так вот вопрос, как совпадают или не совпадают структуры физической структуры? Значит, как, короче говоря, совпадает ли тут физическая структура с духовной? Вот, например, мы уже знаем, вот это вот Марине передавали, что, значит, слайды, которые вот эти в уме мы у нас образуются, у нас гипоталамус вроде как отвечает, чтобы тут вот какая-то материализация происходила. А вот спрашивают, так вот, а вот тут вот с этой точки зрения, есть ли совпадение структуры физической, вот этой, со структурой вот этих вот наших всех духовных проявлений? Какая, что за что отвечает, короче, на физике, если такое есть? Что на что отвечает на физике, если такое есть? Мозг физического тела, вообще главный мозг, разделен на несколько зон. Клетки в каждой зоне настроены на определенный уровень, ну так, вибрации, или, как вы говорите, волны электромагнитных, духовных вибраций, которые уже преобразованы в эти волны, то суть одна. И настроен на определенный уровень вибраций, который помогает этому участку мозга заниматься тем, иным действием. Например, одни участки мозга отвечают за обстоятельства, другие участки мозга отвечают за память и так далее. Что значит отвечать за память? И это значит, что память духа, в память духа идет скачивание информации в энергетической форме именно с этих клеток. То есть в самом мозге тоже есть такая своеобразная химическая память, как вам уже известно. То есть когда нейроны возбуждаются, когда электрические сигналы в нейронах возникают один за другим по определенной нейронной сети, то если это нейроны ЧЕС часто повторяются, то в этих клетках, в нейронах образуются как химические изменения. И вот эти химические изменения белков, они меняют свою структуру. Вот эти изменения структуры белков, это и есть та самая химическая память. Но пользоваться ей может только тот дух, который там находится, то есть его сознание. Его сознание, которое считывает эту информацию и передает уже в форме мыслей и так далее в разум конкретно. Вот каждая область мозга, она отвечает за тот или иной процесс. Ну, понятно. Мозг не сможет работать. Понятно в общих чертах, спасибо. Самые интересные, ну, как говорится, вопросы. Три вопроса. Я всех поздравляю сегодня введение в Охрам Просвятой Богородицы. Да. Сейчас перед теми тремя вопросами, которые будут у нас сегодня последними, я вас всех благодарю за практику. Но я вам сейчас предлагаю немножко отвлечься от вопросов, уйти в себя и прочитать нашу дорогой Богородицу молитву. Повторяйте, закрывайте глаза и повторяем мысленно. Это поможет нам гармонизироваться, потому что уже прошло много времени, нам требуется немножко духовный отдых. Мы повторяем мысленно, с полным сознанием и любовью. Богородица, Дева, радуйся. Благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенно ты в жену и благословением вот чрева твоего. Яко спас и родила, есть и душ наших. Обратите внимание на свои ощущения. Есть еще одна молитва, слова которой входят в резонанс с вибрациями самого Духа Богородицы. Повторяем мысленно. Достойно есть, яко воистинной блажите Тя Богородицы, пренепорочную и пресноблаженную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Херафим, без истления Бога славшую, сущую Богородицу Тя величаем. Делаем вдох, ту энергию, которая нам посылает, вдохнем, себя принимем, благодарим и принимаем, любим и благословляем. осознанно направляем эту энергию на повышение вибрации окружающего пространства. Открываем глаза. Ну, что почувствовал? Я благодарю за эту молитву. Я прямо почувствовал поток этой энергии. Я не знаю, как остальные могут свое мнение выразить, но вот не зря нам порекомендовали применять. Я почувствовал энергию прямо у нас. Правильно. Это ее энергия. Итак, дорогие друзья, мы сейчас все находимся в состоянии действительно облачко заботы, благодать, да, все верно. Вы все верно чувствуете, ваши духовные сердца настроены на эту энергию. Да, поток. Итак, мы сейчас выбираем, ну, давайте мы сейчас вот из тишины своего сердца, из того света, который сейчас есть в вас, мы сейчас проанализируем себя, свой ум, и зададим вот три самых главных вопроса, самых важных может быть для вас. И пусть эти вопросы будут из глубины сердца. Как вы считаете, что интересно узнать не только вам, но и всем участникам? Мы сейчас селись с вами в едином потоке, и мы сейчас чувствуем друг друга. я прошу вас либо голосом сказать, либо написать. Артем, я обещал вам, если вы чувствуете, что сейчас наступил момент, то можно это сделать. Здравствуйте. Слышите меня? Слышим. Да, окей. Здравствуйте. Уважаемый Минка Скалос, а подскажи, пожалуйста, а как для тебя вообще обучение проходило? Ну, мне очень интересно узнать, как тяжело, не тяжело, либо какие трудности были. Поделись, пожалуйста. Обучение проходило у него? Да, 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 у самого МИДа. Да, действительно, я очень любил учиться, и мне очень нравилось отношение учителя. Ну, вот у нас был вот как, ну, вот главный учитель, как вы называете, руководитель класса, у нас тут тоже есть, и были учителя по предметам, которые нам приходили передавать знания. Ну, мне очень нравилась подача, вот, ну, как бы, такая простая, в простой форме. Нравилось много практических занятий и медитации. Также нравилось мне то, что меня родители подготовили к школе, и когда я приходил, я им рассказывала о том, что там происходило, и мы садились, вот он мне сейчас показывает такую картину, ну, они садились как вот вместе за стол, и ну, вот как делились друг с другом, и они делились тоже своими школьными историями. И я уже в то время обратила внимание на космос, на те цивилизации, которые существуют среди звезд. И я всегда хотел посетить космические миры. И уже в то время я знал, что этот вариант будущего обязательно материализуется. И это мое знание, вы, наверное, назовете верой. Но в моем духе я был полностью в этом уверен. спасибо большое. Так, у нас вот есть люди, которые сейчас к нам пришли в Zoom, очень вовремя, как раз успели к началу. Хорошо, давайте, смотрите, Наталья упорно настаивает, чтобы ей прямо сейчас дали технику материализации. Вот прямо сейчас, Наталья, вся техника материализации состоит из трех семинаров. Сегодня четвертый у нас, науки образности. Пройдите курс. Хватит уже настаивать, чтобы вам прямо сейчас дали технику материализации. Это курс науки образности. Его надо пройти целиком. Это не смайлик, который можно увидеть там и все стало понятно. Нет, надо пройти курс. Так, На курсе эти знания даются. Благодарю. Итак, второй вопрос. Теперь давайте смотрите, я все-таки вот здесь вот прочту. Значит, вопрос, который у нас вот вижу, вроде, на мой взгляд, интересный в чате. Инстинкты являются неотъемлемой частью разумного духа, их проявления в материальном мире нам понятны. Ну хорошо, мне не совсем, но допустим, мне даже не, ну понятно. А как вот проявляются в Царстве Божием, в духовном мире? Вот у духа есть духовное тело, да, и вот там вот проявляются как-то вот все эти качества духа, инстинкты в частности, да, инстинкты в духовном мире. Инстинкты остаются после воплощения, именно инстинкты, как программы жизни и развития в теле, они считываются духом с ДНК этого тела, и после ухода в духовный мир они остаются в форме, мы это называем печати на сердце, то есть как энергия особая, но она уже практически никак не влияет на дух, потому что нет тела, которое реагирует на эти энергии, там, выделяет определенные гормоны и так далее. но просто в форме воспоминаний, но уже нет таких влечений, например, как самосохранение, размножение, то есть здесь уже просто в форме воспоминаний это все остается, но уже такого влечения именно физического уже нет. Ну, понятно, в общих чертах понятно, спасибо, давайте мы дадим еще возможность человеку спросить, который просто давно ждет, Виталий, это вы, можете включить микрофон, если вы чувствуете, что ваш вопрос важен для всех, пожалуйста. Благодарю, у меня уточнение по технике безопасности это то, что нельзя наносить вред людям с помощью науки образности, а у меня такое, вот в рунической магии, например, есть, ну, с помощью науки образности ставятся такие защиты, да, то есть, если на тебя кто-то начинает нападать, там, то этот рунический став, вместе с образами начинает работать против этого человека, если это идет в защиту, это несет ли вред тому, кто поставил такую вот защиту, на себя или на кого-то? Хороший вопрос, понятен, если защита поставлена магически, то есть, оформим мыслеформ, вы ее называете магией, мы называем магией, вообще мы называем магию, неофициально, мы называем магию физикой астрального мира, то есть, это наука, у нас она там эзотерическая, у нас это вот как наука о том, как можно действовать в астральном мире, почему у вас астрального, это самое ближайшее к материальному получает духовное и магическое создание не просто для защиты, как для отражения каких-то негативных воздействий, есть такие магические практики, есть такие магические воздействия на того, то это уже то же самое зло, как и то, которое причинил тот человек, то есть, оно создано с целью не защитить, я ставлю себе защиту, например, от того, я, например, себе ставлю защиту от негативных головы, условно говоря, чтобы у меня, кто мне пожелает головной боли, пусть у того начнется рак мозга, это защита нападения. Понятно, а если пусть у него голова болит, то это нормально. А если у него нет не пусть голова болит, а если пусть это энергия, пусть это энергия, которую он мне послал преобразиться в свет и уйдет к своему создателю и повысь с ним осознанно, это нормально. Ну, это очень глубоко. Да, и еще вопрос про гипноз. То есть, мне сказали контактерская информация, что гипноз, ну, сказали, что да, я занимаюсь там немного гипнозом, да, мне сказали, вот не надо заниматься, потому что есть темные техники гипноза и светлые. Есть ли какие-то разделения вот у вас на темные и светлые техники? Техники, темных и светлых техник не бывает. Не бывает темных и светлых, которыми убивают или еще? Ну, я тогда уточню. То есть, есть техники гипноза, которые и гипнотизеры, кому покровительствуют демоны, ну, например, там, из шестого уровня и нишка. Покровительствуют демоны, он может любую светлую, самую светлую технику превратить в тьму. Это вопрос его области и его целей. Также и любой, не знаю, там, какой-то инструмент, который был изначально создан именно для зла, ну, например, оружие. Если вы помните в Библии такое, есть такое в Библии выражение перековать мечи на орала, да, то есть, что это значит? Это значит, что, ну, что разрушение, зло мы называем то, что противоречит жизни, противоречит любви и так далее. Это зло, то есть, как противести на добро. Итак, все, что было создано в этих целях, на это тоже потрачено энергией. И, кстати, между прочим, божественная энергия. То есть, я лечаю божественную энергию. Создали из нее такой существует, элемент или такую какую-то идею, которая является уже разрушением самой же себя. Но, если подойти к этому осознанно, то эту же энергию можно перенаправить уже в целях добра и света. То есть, это будет уже служить своей истинной цели, потому что вся божественная энергия дана нам для того, чтобы мы могли воплощаться в той части божественной энергии, которая составляет материальный мир, чтобы мы могли воплощаться, чтобы мы могли быть более счастливыми, чтобы мы могли быть счастливыми именно в потоке созидания, именно в потоке творения. Именно это уподобляет нас Богу, абсолютно счастливым и любящему существу. Понял, огромное спасибо. Хочу попросить МИДа, можешь создать какую-то очень простую технику защиты вообще от всего плохого, вот хотят быстро, сразу и быстро технику защиты от всего плохого, и уже тогда будем прощаться. Если да, если нет, тогда, значит, в следующие разы. Да, конечно, мы, самая простая техника защиты, которая не требует больших навыков по визуализации какой-то, создание сложных образов. Первое условие успешности этой защиты – это доверие к Богу, доверие к себе как части Бога, вера в себя. Второе, а вы защищаетесь по той причине, чтобы улучшить качество прохождения своего воплощения, чтобы в будущем потратить меньше энергии. То есть вы защищаетесь. Вообще само слово «защита» здесь не совсем уместно. Мы обычно употребляем слово «профилактика». Вы же, например, принимаете меры профилактики, когда одеваете теплые одежды перед выходом на мороз. Но вы это делаете не столько из-за страха, как перед морозом, чтобы там боитесь замерзнуть, а для того, чтобы вам было комфортно. То есть здесь – это меры профилактики. Обычно, да? То есть меры профилактики мы применяем, чтобы качественно проходить это воплощение. Итак, что мы можем сделать? Если вы чувствуете, что вам нужна защита, что вы охлаждены, направите… Есть люди, которые просто не чувствуют никаких образов, они защищают их автоматически. Столько не сильна вера в себя, они просто даже не почувствуют нападение. Значит, вам необходимо обратить на это внимание и создать специальный образ. который будет помогать, да. То есть, как мне сейчас говорят, сейчас так, значит, сесть в позе медитации, делать после того, как вы проснетесь, прочитаете… Желательно прочитать еще настрой, ну, как вы читаете след на подъезде, к планету, кухарат, это уделяется. Способность ваших мыслей создавать образы, то есть способность к созданию мыслевого образа. И потом, и повысит вашу фибрацию, и потом вы концентрируете… Там белый шар – это ваше вот как вот духовное сердце. И потом вы начинаете вдох отправлять энергией, вдох и выдох, представляю, что он расширяется, а на выдохе начинает сиять ярче. Как вы это делаете на световом теле, только у вас не будет целью полета. А просто у вас, когда он выйдет за пределы физического, представьте, что он идеально круглый, такая как сфера, сияющая ярким белым светом. И она закрывает вот эту сферу, все ваше тело со всех сторон. Ее внешний край находится ниже ног, выше головы, и на расстоянии примерно около двух метров от поверхности вашего тела со всех сторон. Представляете, что этот шар вращается. в любую удобную вам сторону, это не принципиально. Потом обратите внимание на его вверх и представьте, что вот в этот шар втекает, ну вот как сверху падает, как вот водопад, вот он сейчас показывает, как поток энергии, который стекает по нему, вот как, ну вот, вот как, ну не то, что капли, а вот как она укрепляет его, короче, да, вот, то есть вот, что этот поток идет из духовного мира. Вам это будет, наверное, легче почувствовать, чем сейчас объяснить Ирине, но в чем там вам Ирина объясняет, в любом случае вы это почувствуете. почувствовать, как этот поток течет через шар и укрепляет его с каждым вдохом и выдохом. И потом скажите себе, что эта защита останется с вами, ну, например, на сутки, да, там, до следующего. Вот. И поблагодарите свое высшее Я за энергию, то есть этот шар будет реально создан, и сквозь него ничто не пройдет, что, ну, противоречит вашим вибрациям. Именно для чего нужна такая защита, если и так не пройдет, вы можете сказать, для того, чтобы точно в это верить и не пропустить ничего. Не слышно. Да, прекрасная техника, нас просили, да, короткую дать вот технику, мы ее и дали. Еще раз огромная благодарность. Друзья, всех вас тоже благодарю. Давайте уже отпустим Ирину. Всех вас тоже благодарю за ваше здесь присутствие. Будем благодарны за ваши финансовые дары. Никто в материальном мире финансовую энергию, как часть энергии в целом не отменял, но я вам хочу еще честно сказать откровенно, это будет важно без всякого лицемерия, говорю, для вас, потому что если вы чувствуете, что вы дарите вот это, осуществляете благодарность и дарите в том числе и финансовую энергию в этом, то это зацикливается, ну, в хорошем смысле и на вас. То есть это все. Я есть вселенная, вселенная есть я, без всякого лицемерия, ханжества и прочего. Об этом не забывайте. Вы сами оцениваете для себя ценности тех знаний, которые вам сейчас передаются и тех практик, которые сегодня были. Пожалуйста, приходите во вторник на очередной поток курса науки образности. Регистрация в чате науки образности в группе, которая в Телеграме, всюду есть ссылки. Благодарю вас, люблю, жду вас на всех наших занятиях и практиках. Хира, огромная благодарность. МИД, огромная благодарность и признательность. Ну, можно от себя еще что-то сказать и будем прощаться. Да, я вас всех благодарю, дорогие друзья, за то, что вы есть, за то, что вы существуете. Благодарю вас за участие в проекте Кассиопия. Сегодня благодарю нашего дорогого Владимира за его огромную волонтерскую деятельность и за поход к Высшему Я каждой души, которой он помогает соединиться со светом. Я благодарю от имени всех душ, которые прошли и пройдут в будущем. Также я благодарю каждого из вас за моральную, духовную и материальную поддержку проекта Кассиопия, лично меня, всех наших мастеров, всех наших волонтеров, всех наших, за каждое, всех наших людей. И благодарю вас за поддержку ваших родных и близких, за каждое ваше доброе слово, сказанное кому-то. Оно повышает вибрации всей нашей планеты и приближает светлое будущее. И посылаю вам свет своей любви. Спасибо огромное, Ира и Мит. У нас получился полноценный открытый семинар, как раз вот два с половиной часа, как положено. И думаю, что он был очень важный, полезный и значимый для всех присутствующих. Благодарю вас всех. До новых встреч в эфирах. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok